21 сентября на горнолыжном склоне Московской Альпы, Кант, собралось множество любителей спорта и активного образа жизни. Повод тому – открытие нового спортивного сезона в клубе Кант. Сегодня мы открываем новый сезон горнолыжным слалом-гигантом на роликовых коньках. В этом году пожеланий участников этапов будет больше в Кубке Кант 2009. Будет четыре роликовых этапа осенью и весной и два горнолыжных этапа. Кроме того, у этих шести стартов у нас будут три старта любительских соревнований, один старт инвалидов. Соревнования, видимо, по слалому на скейтбордах проведем где-нибудь в октябре месяце. Потом будут соревнования по сноуборду и весной по скейтборду уже дважды проведем соревнования. Спортсмены в горнолыжном комплексе Кант тренируются круглый год. Осенью и весной они поддерживают форму на роликовых коньках, а зимой катаются на горных лыжах. Я уже пять лет занимаюсь здесь. Мне очень нравится. А чем ты занимаешься? Только горнолыжным слалом? Или ты зимой тоже катаешься? Я и зимой катаюсь на лыжах, а летом я катаюсь на роликах, чтобы не забывать и не проходить во следующий год, как будто перерастала. В соревнованиях Кубка Кант по слалому гиганту на роликовых коньках участвуют разные возрастные группы. Дети 9-15 лет и взрослые до 45 лет. На ролики встают уже целыми семьями. Хотя, конечно, слаломом лучше начинать заниматься в юном возрасте. Для детей, конечно, для маленьких лучше начинать с роликов, потому что повышается их уровень координации, и на лыжи они встают более быстро, быстрее учатся технике горнолыжной. А взрослым? А взрослым? Можно и на лыжу, можно и на ролике. Это же пожелание. Первый этап Кубка Кант 2009 уже позади. Однако не за горами новые соревнования. Ведь очередной спортивный сезон в горнолыжном комплексе Кант только начинается. Продолжение следует...